Музыка По словам специалистов, главная проблема состоит в том, что не существует единых принципов проектирования нерегулируемых пешеходных переходов. Вот и приходится каждый раз сталкиваться с проблемой их размещения. А принятые решения не всегда удовлетворяют горожан. Вот и приходится им каждый раз нарушать правила дорожного движения, рискуя своей жизнью. Ежедневно в сводках появляются сведения о погибших и пострадавших на нерегулируемом пешеходном переходе. Ведь разметка не всегда находится в том месте, которое удовлетворяет потребностям граждан. За последние несколько лет ежегодно погибает до 10 тысяч пешеходов. За 11 месяцев текущего года на территории города Урска зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек погиб, 106 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них 43 дорожно-транспортных происшествия произошло с участием пешеходов, в которых 7 человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести. 18 дорожно-транспортных происшествий виноваты были пешеходы. 14 дорожно-транспортных происшествий произошли на пешеходных переходах нашего города. Зачастую виновниками ДТП с участием пешеходов становятся водители. Но это не значит, что все автомобилисты безответственные и безразличные люди. Так как обновление по локации пешеходов происходит непрерывно, не стоит винить лишь водителей, которые не имеют представления о том, где в следующий раз появится зебра. В городе Орск, независимо от времени суток, в темное время, светлое время суток, пешеходы появляются внезапно и водителям трудно сориентироваться. То есть приходится совершать маневры, которые, ну, экстренное торможение, вот это все, которое влечет за собой последствия, то есть аварийные ситуации создают. Пешеходные переходы, это плохо, плохо, не везде. Я лично боюсь становиться вот на полосе вот эту пешеходную дорожку. Да не очень хорошо. Смотришь, вот этот пешеходный переход, а идет буквально через 40 метров машины, вот лавины. Несмотря на то, что не существует единого документа, устанавливающего принципы размещения пешеходных переходов, все же есть стандарты, по которым должны проводиться работы и размещаться новые объекты. Согласно нормам, должно быть пешеходный переход, должна быть разметочка, должно быть освещен, то есть искусственное освещение должно присутствовать на этом пешеходном переходе. Так, должны быть подходы, чтобы человек мог подойти спокойно. Если это регулируемый пешеходный переход, должно быть ограждение на 50 метров от него. Поэтому, как бы, вот такие нормы. По безопасности дорожного движения. Там мы в комиссии, мы члены комиссии, да, рассматриваем эти вопросы, конечно, согласовываются. Есть нормативы, мы, как комитет архитектуры, мы не можем туда диктовать какие-то свои условия. У них свои нормативы, четко, которые они придерживаются. Безопасность на дорогах начинается с наших собственных решений. Если вы не хотите подвергать риску своей жизни, вы не станете нарушать правила дорожного движения. Мрям Сребекян, Василий Анпелогов, городской телеканал ЮТВ.